Короче, первый ранг стоит прокачать, как по мне. 10% урона за каждый декрет, мне кажется, это прикольненько будет. Дальше, восстановление, повышать скорость передвижения. Разблокировать скачок переноса. Варфрэма переноситься будете во время игры в Дуире. Восстановление силовых атак ускоряется. Скидальца. Также время восстановления способности увеличивается, точнее уменьшается. Слабые места противников. Второй скилл вам открывает, по которым трехкратный урон проходит, если стрелять по этим уязвимым местам. Так, ну я думаю здесь понятно. Увеличивает продолжительность скачка варфрейма, чтобы вы могли подольше поиграть варфреймом. 25 урона для скитальца, для скитальца и оператора в обычном варфрейме тоже работает. Вот эта вот хрень, мне кажется, на 3 секунды 150 урона, такое себе. Дальше. Езда верхом. Езду верхом. Как минимум до 5 ранга надо прокачать. Вот я скоро прокачаю. Первое нам дается. В самом начале, при выполнении квестика, призыв кайта. Увеличивает сопротивление сбрасывания с кайта врагами. Не знаю, насколько это нужно, но оно у нас тут все равно идет до 5 ранга. Сидя верхом, нажмите тройку, чтобы приказать кайту топать, отбрасывая врагов. Короче, вы просто бросаетесь во врага и его отбрасываете. Там это нужно применять, например, с заказом, где нужно победить чела на кайте. С этой способкой будет это более возможно пройти. Можно перемещаться по карте, телепортация и метеорилита. Метеорилитом. Короче, материалитом, господи, как это называется вообще? Назвали, пипец? Это, скорее всего, столбы, которые подсвечиваются. Вот, там по заказу вам надо будет взять орбис у такого столба. Насколько я понимаю. Насколько я понимаю, это оно. Вот, растения и камни отмечаются на карте, когда вы на кайте. Его победите без чайта можно вроде. Можно, но так удобнее будет и быстрее. Растения и камни вам надо будет собирать и очень много, поэтому есть смысл прокачать. Я в этом вчера убедился. Так, еще одна способка. Вы слезете с кайта, получите сверхчеты. Время восстановления рывками уменьшается. Имя можно дать и потом его можно будет использовать на открытых локациях в обычном варфе. Вот, кому это надо? Девятый ранг. Десятый, что там дает? Вот, перемещение к скитальцам, к людям на карте Дувири. Вот. Возможности. Вот, в возможностях тут много чего интересного. Во-первых, вам будет даваться больше декретов, больше оружия. При выборе снаряжения перед миссией. И больше варфреймов. Вот, в основном, вот это здесь качается. И... На каком? Восемь ранг интересно, как много плат вы в варфе. На девятом ранге вы сможете покупать мистификатор у Акритис. Вот. Акритис, может, это как-нибудь. Полезно. Каждый день там обновляется товар. Быстрее так соберете какой-нибудь новый мистик. На десятом ранге вам иногда будет даваться возможность играть вместо варфрейма какого-то за сталкера. Вот. Но у него там скиллы какие-то примитивные, насколько я видел. То есть, кому надо вот это вот, качайте фул. Возможности. И стойкость. Стойкость здесь. ХП повышается у скитальца. Вот первый ранг. Как мне посоветовали. Очень неплохо тоже. За декреты повышается на 25% максимум здоровья. Там под конец мы бегали, у меня было полторы тысячи здоровья. Что довольно очень даже неплохо. Устанавливать здоровье и энергию при выборе декрета. Дополнительное возрождение. Их там два дается на протяжении прокачки стойкости. И на пятом уровне еще прибавка. Да. Ну прибавка это все к здоровью относится тут в основном. Препарирование восстанавливает здоровье. Попадание в голову здоровье восстанавливает. И вот еще дополнительное второе возрождение. Плюс пять здоровья в секунду при игре за скитальца. И в изначальной системе это также работает. Здесь не написано плюс пять к максимальному здоровью. Поэтому скорее всего это восстановление имеется ввиду. Но надо будет проверять эту тему. И игнорирование смертельного урона. 20% здоровья у вас будет оставаться вместо смерти. Восстановление 200 секунд. Ну еще дополнительная жизнь можно сказать. Короче вот что я советую здесь прокачивать. Это первый ранг бой. Для начала. Первый ранг стойкости. Пятый ранг езды. И возможности. По интересу прокачивать полностью. Вот. Я скорее всего все прокачаю. Там за сталкера посмотрим как она играется. Вот. Как-то так. Модуляры у нас фармятся везде. И на цепях. И в обычном дувире. Заказы. Которые у нас. Основные. Дополнительные заказы. Также дают головоломки всякие. Тоже дают модуляры. Аравирм дает модуляры. Так что на фармить их не сложно. Пока фармите там ресурсы. В тех же цепях. Уже прокачаетесь практически максимум. Тут. Какой-нибудь из веток. Интересующий вас. Вот. Мне кажется. Здесь самое интересное. Это. Кайт. На открытых локациях. Потому что это доступно будет везде. Все остальное в основном для игры в дувири. А вот это прям интересненько. Вот. И я не знаю. Продолжение следует. Продолжение следует...